Ряд вопросов по организации уборки снега после обильных снегопадов, которые были на выходных и продолжаются в эти дни, стали ключевыми в повестке рабочего совещания, которое провел глава города Владислав Денисов с руководителями организации «Дорожник» и «Городское хозяйство», обеспечивающих уборку городских территорий от снежных масс, а также специалистами отдела промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Сегодня со стороны горожан поступает очень много запросов, заявлений, жалоб на недовлетворительное качество ряда территорий. Вот мы сегодня с вами здесь собрались, чтобы обсудить это, выявить причины, принять все необходимые меры, чтобы город был очищен, тротуары, дороги были безопасными для использования. Начало марта выдалось непростым. Погодные условия от оттепелей до сильных морозов с обильными снегопадами добавили работы всем службам. Специалисты отметили, что борьба с налитью и снежными накатами была и остается одной из главных задач. Однако жителям, по их словам, необходимо понимать, что одномоментно расчистить более 110 городских улиц и почти 80 тротуаров не представляется возможным. Поэтому снегоуборочные работы ведутся по схеме. В первую очередь, внимание уделяется центральным улицам, маршрутам движения пассажирского транспорта, подъездам к социально значимым учреждениям. Затем техника направляется на дороги других категорий. Однако, как отметил глава Уварова, мониторинг городской дорожной сети выявил ряд недочетов в проводимой работе. У нас сегодня после последнего снегобата уборки появлялась колейность, и жители на это очень серьезно жалуются, особенно на основных трассах. Андрей Ильич, у нас ответственность за дорогу. Еще раз надо пояснить, и жители, чтобы нас услышали, в чем проблема, вина вашей структуры, вина ваших сотрудников, вина погоды, что необходимо для этого сделать и предпринять. В последние дни погодные условия сложились таким образом, что плохо повлияло на работу нашей организации. Очередность снегопадов за последние недели была 3, и очень интенсивная. Толщина снежного покрова в каждый снегопад превышала до 20 и более сантиметров. И повлияло, конечно же, погодные условия, с резкого плюс, 3 градуса, сейчас у нас минус 8, за считанные часы произошло холодание. Мы просто не успели физически. Трактор проходил по этими улицами, почему-то оставил остатки снега, чтобы потом все замерзнет. Я уже не говорю о тех улицах, которые там третьей категории, куда бы не успели. А вот эти центральные улицы, вы же их сразу чистили, когда еще остепель была. Колейность была по улице Большой Савдога, колейность была по улице Шоссейной, колейность была во втором метролюбе, колейность была окружной дороги. То есть те улицы центральные, которые вы начали чистить во время остепеля. Там-то что произошло? Сбоку наезжает машина колесом, чтобы шире, и все это назад все скатывалось опять. Очень большой снежный покров. На совещании также было отмечено, что недочеты в работе коммунальных и дорожных служб были выявлены и в плане расчистки ряда городских тротуаров и общественных пространств. У нас улица Первомайская не очищена, еще после делаемого зонтопарного дерева тротуара. Тупеулка Первомайский, Рахманова не очищена, тротуары, вторая на крае, 6-7-8-го дома. У нас еще не приступают к общественной территории фонтан Пьезы. Почему эти перечисленные улицы, тротуары не очищены? Не все улицы Большая Сотова частично. Вчера пробили. Да, вчера пробили. По тем улицам, по тем тротуарам, сегодня я даю вам поручение, соответственно, устранить эти все вещи, если это возможно, технически, и на будущее тогда схемы даже наработать. Ряд вопросов по организации уборки снега возникли к службе городское хозяйство. Значит, первое, у нас, я так правильно понимаю, был первый снегопад. Вот мне дают информацию, что утром не вышли. Вышли только в 9 часов. Второе дают мне информацию, что принимаете самостоятельное решение, не дочистив определенные территории 7 марта выходной. Вы никогда эти решения принимаете? Вы с кем согласовываете это? Мы четвертого числа почистили все тротуары, для того, чтобы люди шли на работу. Пятого числа вышли действительно в 8 часов, мы продолжили чистить, зачищали молодежный, и до фонтана, к сожалению, не нашли, потому что готовились уже массы. До фонтана, у нас сквер согласия примирения тоже на все, спасибо Андрею, они все на основном организированы. У нас данная территория закреплена в запорхозе, она у нас тоже была не прочищена в Масленице. У нас сейчас и новинки два тротуара не прочищены. Павел Смиславович, а вы даете выходную, я понимаю, что людям отдыхать, но тут нет отдыха, значит, другие не выбирайте. Я понимаю, работать с коллективом, но это недопустимо. По итогам совещания Владислав Денисов поручил коммунальщикам усилить темпы уборки снега в предстоящие дни. А отделу промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации города на постоянной основе вести мониторинг, выполнение организациями работ по зимней расчистке дорог, тротуаров и общественных территорий. Также поставлены задачи по недопущению срыва графика уборки и соблюдению схемы расчистки. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, Александр Трегубов. НашГород.